МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости в студии Виктория Браун. Сегодня расскажем о главных событиях в Волгограде и области. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проинспектировал готовность нового инфекционного госпиталя в Волжском. 10 ноября в этом медицинском учреждении начнут принимать первых пациентов. Госпиталь, построенный в рекордные сроки, позволит не только повысить качество медицинских услуг, оказываемых больных коронавирусной инфекцией, но и значительно увеличит коечный фонд. Подробнее расскажем в следующем сюжете. Машины будущего, так врачи нового инфекционного госпиталя, называют современную лабораторию. В ней на новом высокотехнологичном оборудовании будут осуществлять биохимические и клинические исследования. В час такие приборы могут выполнить около 400 исследований. Раньше все сложные биохимические процессы врачам приходилось выполнять вручную. Теперь работа ускорится в разы, так как на помощь медикам пришли компьютеры. Мы работали в старом помещении, в старом здании. И поэтому у нас там больше ручного метода, ручным способом работали. На анализаторах мы не работали. Сейчас у нас современное. Мы очень довольны. Мы уже пробовали, смотрели. По сравнению, что мы сидели в микроскопе, смотрели. Все ручный метод. А сейчас у нас все автомат делает. Новый госпиталь может вместить до 200 пациентов. При этом каждая палата оснащена кислородной подводкой. Все учреждение в целях безопасности разделено на боксы, каждому из которых есть отдельный вход с улицы. Особое внимание уделили и переподготовке врачей. Все они теперь умеют работать на новом современном оборудовании. Ранее такой больницы у нас не было. То есть, если у нас некоторые больницы были отдельные корпуса, то это полностью боксированный корпус. Во время коронавирусной инфекции, значит, мы будем рассчитывать, что сюда будут госпитализироваться пациенты с коронавирусной инфекцией. Когда-то мы доживем, что коронавирусная инфекция не будет. Сюда будут госпитализироваться пациенты с различной инфекционной патологией. То есть, этот корпус так и будет работать. У нас есть два рентгенаппарата. Один рентгенаппарат стационарный, один рентгенаппарат палатный. То есть мы, если тяжелый пациент, мы можем рентген обследование проводить непосредственно в палате. Еще полгода назад на этом месте был пустырь, а теперь стоит полноценный медицинский комплекс. Губернатор Андрей Бочаров подчеркнул, что ситуация в регионе с распространением COVID-19 остается достаточно напряженной. Поэтому вот в эксплуатации этого объекта дает дополнительную возможность повысить качество оказания помощи больным с коронавирусом и внебольничными пневмониями. Глава региона лично проинспектировал новое медицинское учреждение. В кратчайшие сроки, практически за шесть месяцев, у нас здесь, в Заволжье, была построена современная, новая инфекционная больница, отвечающая самым последним стандартам и требованиям времени. Оборудована всем необходимым, в полном объеме, укомплектована медицинским персоналом, оборудована современным оборудованием, кислородом, необходимое количество медикаментов находится здесь, да, и средства медиальной защиты. Инфекционная больница на сегодняшний день, особенно в эпоху пандемии, это самое желанное лечебное учреждение, с моей точки зрения, не как политика, а как врача, потому что оно просто необходимо каждому жителю, если он оказывается в такой ситуации. Хочется верить, что новый госпиталь и современное оборудование позволят снизить нагрузки, которые в это сложное время лекли на систему здравоохранения и весь медицинский персонал. Наталья Малкина, Максим Мещеряков, телеканал «Вагоград-1». 10 ноября во всем мире отмечается День молодежи. В этом году большинство праздничных мероприятий прошли в дистанционном формате. Однако в больнице скорой медицинской помощи номер 25 ребята провели масштабную донорскую акцию. Добровольцы сдали кровь для спасения тяжелобольных пациентов. Подробности в нашем следующем сюжете. В непростое время борьбы с пандемией коронавируса все силы системы здравоохранения брошены на спасение больных COVID-19. Однако по-прежнему остаются пациенты с другими заболеваниями, серьезными травмами и те, кому требуется оперативное вмешательство. Всем этим людям жизненно необходима донорская кровь. Только в больнице скорой медицинской помощи номер 25 каждый год требуется до 700 литров крови. Ведь сюда поступают пациенты со всех уголков Волгоградской области. В данный момент вы видите, что происходит, что достаточно мало больниц осталось, которые работают не с COVID-19, а с обычными пациентами. Значит, нагрузка на них резко возросла. Естественно, потребность в крови и ее компонентах возрастает. И с учетом того, что в нашей учреждении находится и травмоцентр первого уровня, сюда все сочетанные травмы со всей области поступают тяжелые. Масса хирургической патологии поступает тяжелая, которая раньше была меньше, но она рассеялась под органами больниц. Сейчас они концентрируются здесь. Естественно, потребность резко возросла. Во Всемирный день молодежи в больнице прошла особенная донорская акция. Ребята сдавали кровь специально для пациентов этого медучреждения. Для того, чтобы стать донорами, им пришлось пройти специальное обследование. При этом все ребята долгое время внимательно следили за своим режимом питания. Многие добровольцы сдают кровь уже не в первый раз. Первый раз я сдавала кровь, потому что моему знакомому нужна была помощь. А сегодня я сдаю кровь, потому что мы стали донорами в рамках акции «Снежный десант». Сейчас я начинаю задумываться о том, чтобы, да, на самом деле стать донором на постоянной основе, потому что помогать людям и обновлять банк крови – это очень благородное дело. Думаю, что да, я буду ходить и сдавать ее. Участие в акции приняли и новички. Для многих это не только новый опыт, но и вполне возможный первый шаг на пути к постоянному донорству. Я узнал об этой акции через студенческий отряд, в котором состою. Решил помочь, в принципе, людям, потому что в данное время жизни оно сейчас требуется, востребовано очень сильно. И по своей инициативе решил попробовать сдать. Сдаю первый раз. Только в этом году в Волгоградской области прошло 9 масштабных донорских акций. Ребята не только сдают кровь, но и ведут просветительскую работу, организуют различные лекции и семинары. Напомним, стать донором может любой желающий старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. Подробную информацию можно получить на сайте регионального центра крови. 10 ноября отмечается еще один замечательный праздник. Вот уже более 100 лет в этот день принимают поздравления сотрудники и ветераны органов внутренних дел. В этом году пандемия внесла свои коррективы, но атмосфера праздника осталась неизменной. Подробности далее. История российских органов правопорядка началась еще в далеком 1917 году. Однако официально праздник утвердили только в 1962. Теперь 10 ноября по традиции чествуют не только действующих сотрудников полиции, но и ветеранов службы, а также отдают дань памяти погибшим при исполнении профессионального долга. В этом году от традиционных праздничных мероприятий пришлось отказаться. Сотрудники полиции подвели итоги минувших 9 месяцев, возложили цветы к мемориалу в память о погибших коллегах, а также поздравили всех защитников правопорядка. Всем сотрудникам органов внутренних дел, всем-всем, кто сегодня на службе, кто сегодня отдыхает, самое доброе пожелание и поздравление в связи с праздником. Уважаемые коллеги, всех с праздником! Здоровья, благополучия, во имя и во благо работаем наших жителей Волгоградской области. Удачи вам, всего самого доброго! Присоединились к поздравлениям и воспитанникам кадетских полицейских классов Волгограда. Чтобы порадовать будущих коллег, ребята выучили стихотворение. Пусть служба будет интересной, безопасной, а жизнь незабываемой, искристой. Пусть будет все всегда прекрасно. И наша доблестная полиция российская. Спасибо за мужество, веру и силу. Спасибо за то, что храните Россию. Пусть служба трудна и порою опасна. Старания ваши все не напрасны. 2020 год выдался сложным для всех, в том числе и для сотрудников полиции. Они продолжают свою работу даже в условиях пандемии коронавируса. По-прежнему раскрывают преступления, обеспечивают покой и безопасность граждан. Редакция нашего телеканала присоединяется к поздравлениям и желает всем сотрудникам органов правопорядка здоровья и спокойной службы. Ксения Колоскова при поддержке пресс-службы Главного управления МВД России по Волгоградской области. Сосуды эпохи бронзы, предметы культа и украшения, а также тысячи редких артефактов. В Волгоградском краеведческом музее открылась экспозиция «Археология от каменного века до Средневековья». Теперь жители нашего города смогут познакомиться с уникальной коллекцией редких экспонатов. На торжественном открытии побывала и наша съемочная группа. Необыкновенные предметы различных эпох, которые никогда не выставлялись ранее, уже радуют первых посетителей выставки. Экспонаты собирали буквально по крупицам на протяжении 10 лет. Так, на территорию Волгоградской области во время археологических раскопок удалось найти десятки тысяч уникальных украшений, предметов быта и других артефактов. Здесь впервые можно увидеть новые предметы, которые мы показываем их. Также уникальная реконструкция, захоронение сарматского воина мы показываем. Диораму, палеотическая стоянка, которая была найдена в сухой мечетке на севере города Волгограда. Палеотическая стоянка особенно привлекает внимание посетителей выставки. Сотрудники музея попытались воссоздать здесь быт неандертальцев, которые жили на территорию Волгоградской области около ста тысяч лет назад. Костюмы, орудия, игрушки и другие предметы жизнедеятельности наполнили эту диораму. Это неандертальцы. Ну, как же жил наш далекий предок, который, собственно говоря, от нас очень сильно отличался. Маленькие коренастые люди, очень сильные. Вперед выдвигалась челюсть, как антропологи доказали. Звуков таких внятных, как мы они не произносили. Но этот человек, он охотник прежде всего, он собиратель. Это сильные люди, которые выживали в эпоху ледникового периода. В новом выставочном зале объединили предметы различных эпох и культур. Палеолита, бронзы, раннего железного века, а также великого переселения народов и средневековья. Однако сотрудники музея признаются, что выставленные экспонаты – это лишь малая часть от общего фонда. Всего в Волгоградском краеведческом музее сейчас насчитывается около 170 тысяч различных экспонатов. Сегодня та коллекция, которая обладает краеведческим музеем, является одной из самых больших вообще на юге России. И все это сразу выставить мы просто не можем. Но, тем не менее, вот постоянно мы ее обновляем. И вот сейчас как раз почти тысяча экспонатов, которые сегодня есть в археологической коллекции. Даже если раз в год менять их, то дай Бог всем нам дожить, чтобы мы все их увидели за 50 лет. Сейчас Волгоградский краеведческий музей готовит множество новых площадок, чтобы и дальше удивлять волгоградцев и гостей города необычными уникальными экспонатами и выставками. Отметим, что в ноябре этого года Волгоградскому областному краеведческому музею исполнится 106 лет. В городе Волжске задержали несовершеннолетнего водителя, который нарушил сразу несколько правил дорожного движения. 16-летний парень на иномарке пытался скрыться от сотрудников дорожно-патрульной службы. Так на улицах города развернулась настоящая погоня. Подробнее расскажем далее. Вот так обернулась для водителя иномарки ночная поездка по городу Волжский. На проспекте Ленина автолюбителя пытался остановить наряд ДПС, однако молодой человек решил продолжить свое путешествие без остановок и попытался скрыться, увеличив скорость движения. После продолжительной погони по улицам города поймать нарушителя все-таки удалось. Им оказался 16-летний житель Волжского. Парень признался, что машину взял втайне от отца. В отношении нерадивого водителя составили 22 протокола за различные нарушения ПДД, в их числе управление транспортным средством без прав, проезды на запрещающий сигнал светофора и движение по встречной полосе. В общей сложности родителям гонщика придется выплатить более 100 тысяч рублей. Ксения Колоскова, Ксения Бедросиан. При поддержке Пресс-службы Главного управления МВД России по Волгоградской области. Далее я передаю слово нашему финансовому аналитику Александру Марусинину. Он расскажет о новостях из мира экономики. Александр, здравствуйте. Начало прошедшей недели оказалось удачным для российского фондового рынка и рубля. А удалось ли рынкам сохранить позитивный настрой до конца недели? Здравствуйте. Да, российскому рынку удалось сохранить позитивный настрой до конца недели. А российский рубль за 4 торговых дня смог укрепиться против доллара на 2,7% и завершить торги пятницы на отметке 77 рублей 40 копеек. Но подробнее об этом в нашем сюжете. На прошедшей неделе рубль сумел значительно укрепиться, благодаря росту цен на нефть и новостям о промежуточных итогах выборов США. Похоже, что демократической партии США не удастся взять под контроль Сенат. А это значит, что перспективы новых санкций и дипломатической войны против нашей страны значительно снижаются. Республиканский Сенат по сути уходит в оппозицию и будет блокировать любые радикальные идеи. Единственным негативом для рубля на прошедшей неделе стало объявление о сокращении объемов валютных интервенций Минфина в рамках бюджетного правила на ближайший месяц. Но рынок этого почти не заметил. Но на этой неделе доллар может отыграть часть утраченных позиций. Спонсор новостей финансового блока – акционерное общество «Финам». «Финам» – инвестируйте грамотно. Акции, облигации, валюта – пусть другие разводят руками. Камон.ру от брокера «Финам». Готовые инвестиции по подписке. Не надо ждать курьера или ходить в офис. Профессиональные трейдеры уже отобрали инвестиции за вас. Выберите и подпишитесь на портфель, исходя из ваших целей. Переходите на камон.ру. «Финам» – помогаем зарабатывать. В последнее время активно ведутся работы по оздоровлению Волги. Так, на территории нашего города уже установили несколько очистных сооружений, измерили уровень загрязненности воды и приступили к восстановлению фауны. С целью воспроизводства водных биоресурсов экологи выпустили в Волгу около 75 тысяч мальков сазана. Подробнее расскажем в нашем следующем сюжете. Сазаны считаются долгожителями. Рыба живет в среднем до 35 лет. Сейчас мальков выпустят в Волгу. Рыба похудеет на 10% за зиму, а уже к осени наберет свой промысловый вес. Вырастили рыбы в Тепловском рыбопитомнике Саратовской области и доставили к новому месту жительства на специальных машинах. Мальки сазаны уже набрали необходимую массу – 25 грамм, которая позволит им выжить в большом водоеме. Специалисты отмечают, что такая рыба обеспечит рост показателей выживаемости до 10%. Важно восполнять, во-первых, потому что мы производим работы, которые непосредственно наносят некоторый ущерб в процессе расчисток. И мы восполняем водные биоресурсы на основании расчета. Рост рыболовств есть определенные схемы расчета, технологии расчета, нанесенного ущерба. И в рамках этих мероприятий, соответственно, мы восполняем данный ущерб, который позволит сохранить водный биоресурс, возможно, и приумножить. С каждым годом рыбы в Волге становится все меньше. При этом для зарыбления реки необходимо около 40 миллионов растительноядных рыб. В связи с этим новых мальков Волг выпускают ежегодно. Отметим, что порода сазана была выбрана не случайно. Эти рыбы питаются растительностью водоемов, тем самым являясь естественным миллиоратором, что делает воду в реке значительно чище. Кроме того, нравится эта порода и рыболовам. Как известно, мясо сазана не только вкусное, но и очень полезное. Мясо очень вкусное. Небольшое количество костей, содержание омега-3 кислот, о которых мы ранее говорили, позволяет человеку и организму функционировать в том режиме, в котором он должен функционировать. Если брать показатели потребления рыбы, то в среднем наш российский гражданин съедает около 3 килограмм. По нормативу же он должен съедать не менее 27 килограмм рыбы, чтобы организм получил необходимые белки, углеводы, омега-3 кислоты, которые являются естественными источниками роста организма. На данный момент в Волгоградской области ведется расчистка ериков и озер на территории Волго-Ахтубинской поймы. На семеречных объектах в этом году планируют выпустить более 650 тысяч мальков сазана и стерляди. Наталья Малкина, Максим Мещеряков, телеканал «Волгоград-1». Заглянуть в штаб командующего, увидеть быт военных врачей, побывать в настоящем бронепоезде и даже оказаться в окопах. Все это смогли сделать посетители уникальной выставки «Поезд Победы». Экспозиция состоит из восьми железнодорожных вагонов, каждый из которых рассказывает о самых значимых эпизодах Великой Отечественной войны. В необычном музее побывала и наша съемочная группа. Как быстро вы садились в поезд, как что-то взводный прокричал. И поезд, ваш военный поезд, быстрее скорость набирал. Путь «Поезд Победы» проходит через 13 городов, составлявших некогда линию фронта от Мурманска до Новороссийска. Каждый вагон – это уникальная интерактивная выставка. Заходя внутрь, посетители попадают в мирную весну 41-го. Люди едут отдыхать и еще не знают, что надвигается война. Все дальше и дальше – Великая Победа. Уже не одно поколение молодежи выросло. И вот тот поезд Победы, он возвращает нас в историю. Здесь во всех вагонах выставки, выставки разные, инсталляции, исторические моменты Великой Отечественной войны. Мы переносимся туда, начиная с весны 41-го года, когда мирная весна, и заканчивается Великим Маем, Великой Победой. Привычных документов и сухих фактов в этой экспозиции нет. Здесь показаны люди, в чьей жизни неожиданно вторглась война. Едут на фронт бойцы, ухаживают за раненым медсестра, передают сообщения связист. И все это не картины, это скульптуры. Они рассказывают каждый свою историю четырех военных лет. Работа на скульптуре велась очень детальная, с проработкой натур, портретов и созданием уникальных поз. То есть, если вы заметили, вы не увидите ни одной повторяющейся позы, кроме вагонной электрички, где все сидят и едут на фронт. Так скульптора детально прорабатывали каждую позу, хват руки. Где-то в вагоне окопа, например, вы увидите, как сидят солдаты. Там один боец схватился руками за голову, контуженный, его хватило контузия, там очень сильная эмоция. На создание этой выставки, работу с архивами, изготовление скульптуры и декораций ушло более полугода. Организаторы тщательно продумали каждую мелочь. Что-то, например, облик довоенного плацкарта, пришлось в буквальном смысле создавать заново, основываясь только на черно-белой хронике. А некоторые вещи, книги, посуду, медицинские инструменты, удалось отыскать настоящие, военных времен. Всё это вместе с интерактивными экранами на окнах переносит посетителей назад в прошлое. Мне очень понравилась эта выставка. Она очень драматичная. Идёшь по поездам и видишь, как всё происходило. То есть здесь вот вагон-госпиталь. Видно, как прямо на ходу людей лечат, кормят и проводят им операции. Вообще, да, понравилось. Атмосферно очень. Война всегда оставит память. И время память не сотрёт. Ведь у седового ветерана военный поезд всё идёт. Последний вагон – это уже не военный поезд, а простая электричка. Сидя на деревянной лавке и глядя в тёмное окно, можно увидеть не своё отражение, а лица солдат, как вернувшихся домой, так и оставшихся на полях сражений. Поезд Победы пробудет в городе Герои два дня, а после двинется дальше. Попасть в него можно по предварительной записи и соблюдая санитарные требования. На прошлой неделе Волгоград простился с экс-губернатором Николаем Максютой. Он был главой Волгоградской области на протяжении 13 лет. Жители нашего региона ещё долго будут давать оценки многолетнему губернаторству Николая Кирилловича. Однако совершенно точно сейчас можно сказать, что вместе с ним ушла целая эпоха. Подробнее об этом расскажет Сергей Мазанов в авторской рубрике «Однозначно». Волгоградские власти увековечит память экс-губернатора Волгоградской области Николая Максюты. Вскоре на доме, где жила семья бывшего руководителя региона, может появиться мемориальная доска. Таким образом, власти и региональные, и городские решили отдать дань памяти бывшему губернатору дольше и, пожалуй, эффективнее других возглавлявшим область. Причем не в самые легкие для нее времена. С Николаем Максютой ушла целая эпоха для региона. Спорить и давать оценки этому времени будут еще долго. Но сегодня можно сказать, что многие начинания экс-губернатора продолжают жить и сегодня. Он немало сделал для развития нашего региона, промышленности и аграрного сектора. Но больше всего его заботила помощь простым людям. Особым для Николая Кирилловича всегда оставалась забота о ветеранах Великой Отечественной войны, пенсионерах, детях и молодежи. И сегодняшние власти по заложенным традициям продолжают уделять особое внимание именно этим категориям, не забывая при этом об остальных. В тяжелые времена конца 20-го, начала 21-го веков в регионе сохранили промышленный потенциал и оказывали огромную помощь фермерству, личным подворьям. Сегодня начинания экс-губернатора продолжаются и выходят на новый уровень. Именно во время губернаторства Николая Максюты была заложена основа местного самоуправления. Появились толсы. Сегодня эта форма поддерживается действующей властью путем выделения трехмиллионных грантов для благоустройства даже самых отдаленных территорий. Заложенные традиции патриотического воспитания и сегодня в приоритете. Примеров преемственности можно приводить много. Важно, что хорошие начинания не забыты и продолжены в регионе. Заложена культура уважения к старшему поколению. Достаточно посмотреть на то, с каким уважением и искренностью была организована церемония прощания с бывшим руководителем региона. Выразить слова скорби пришли бывшие коллеги Николая Максюты, нынешние руководители региона, простые волгоградцы. Прощались, как с родным человеком. С ним ушла целая эпоха, но волгоградцы будут помнить о нем. Прогноз погоды представляют клиника Варикоза Нет Волгоград и компания Медфарм. Результат двух лет успешной работы клиники Варикоза Нет Волгограде более трех тысяч благодарных пациентов, которые навсегда избавились от сосудистой патологии. Компания Медфарм. Получайте высокий доход по сбережениям. Все еще откладывали лечение на потом? Осеннее предложение от клиники Варикоза Нет. Прием флеболога с УЗИ всего 990 рублей. Пришло время начать историю своего здоровья. С клиникой Варикоза Нет. 96 85 75. 11 ноября в Волгограде малооблачно без осадков. Ветер северо-западный 7-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2 градуса со знаком плюс, днем до 3 градусов выше 0. На сегодня это все новости. С вами была Виктория Браун. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин